здравствуйте все меня видят и слышат здравствуйте коллеги меня зовут юлия вайль я являюсь руководителем службы приема и размещения гостиничного комплекса альпин парк город тольятти это у нас пятизвездочная гостиница в альпийском стиле центре города тольятти с индивидуальным таким дизайном я сейчас поставлю видео немного с ним ознакомимся а потом более конкретно я уже расскажу по поводу гостиницы включая альпин парк это первый в тольятти гостиничный комплекс категории 5 звезд 39 уютных номеров и 7 альпийских коттеджей шале посещение уникального акватермального комплекса альпин спа уже в включено в стоимость проживания также гости альпин парк бесплатно посещают аквапарк акваленд летом и сказочный каток винтерленд в зимний период альпийский ресторан вершина салон красоты и оздоровительные процедуры сделают ваш отдых по-настоящему роскошным альпин парк отдых европейского уровня в самом центре тольятти все посмотрели видео теперь я могу рассказать уже по конкретнее о гостинице гостиница у нас открылась в восемнадцатом году она у нас была четырехзвездочные и впоследствии мы получили пять звезд и отвечаем всем критериям категории что у нас есть у нас есть вы уже как увидели видео акватермальная зона у нас есть рестораны дальнейшем я расскажу побольше также у нас есть акваленд это по погодным условиям летом работает открытый аквапарк зимой это зимняя территория развлечения теперь поподробнее на территории более и более трех гектаров расположилась наша гостиник гость наш гостиничный комплекс у нас 42 номера и семь домов шале из них номера стандарты с одной большой кроватью 29 номеров номеров номера твин с двумя раздельными кроватями у нас их 4 категория джуниор сьют это номер двухкомнатный с одной большой кровати в одной комнате и с диваном в в кабинете и со столом дальше у нас есть еще номера deluxe который располагается в отдельно стоящем доме их три они с индивидуальным дизайном три двухместных номера также на территории у нас два номера люкс один люкс двухместный из двух комнат с одной спальней и гостиной также есть трехкомнатный люкс четырехместный там две спальни и одна гостиная ну конечно же у нас есть самые высокой категории номер это президентский сьют где находятся две спальни она одна изолирована 2 на полуэтаже вот фотографии это одной из спален также на нашей территории есть дома шале от который включается от двух спален до четырех здесь можно отдохнуть семьей друзьями есть мангальная зона получается загородный отдых центре города тольятти на фотографии в презентации справа снизу мы видим бассейн который находится в индивидуальной бане в этой бане в индивидуальной также есть еще хамам и сауна это гости могут снять за дополнительную палату здесь мы видим веранду одного из дома шале теперь мы переходим к нашему акватермальному комплексу акватермальный комплекс площадью 500 квадратных метров включает себя бассейн 250 квадратных метров четыре вида бани это русская финская хамам и арома парная две джакузи и ледяная купель также в акватермальной зоне у нас есть тренажерный зал которым всегда гости могут воспользоваться для гостей гостиницы комплементарно дарится акватермальная зона посещение акватермальные зоны а также в летнее время повторюсь открытый аквапарк тоже могут посещать наши гости гостиницы помимо общей акватермальные зоны у нас есть еще спа спа располагается на втором этаже и у нас есть там и косметологи массажисты все специалисты с образованием с пройденной сертификации также спа включает себя соляную пещеру при сотерапии душарко виши есть гидромассажная ванна есть флуатационная ванна также есть кабинет кабинет маникюра педикюра салон красоты всеми этими услугами можно воспользоваться у нас как проживающие могут воспользоваться также и гости с города в альпин спа у нас используют высокоэффективные продукты премиальной косметики французской фирмы тальон которая признана лучшей продукции по уходу за телом национальной гильдии спа 2008 года мы являемся единственными представителями косметики в самарской области на нашей территории более подробно перейдем есть рестораны основной ресторан это ресторан вершина которым можно может расположиться до 150 гостей для того чтобы гостям было интересно и весело у нас проводятся гастро ужины вечеринки выступления то есть всегда мы рады тому чтобы нашим гостям было очень хорошо у нас отдыхать также у нас есть поменьше ресторан это ресторан альба вот здесь также гости могут отдохнуть побеседовать провести рабочие встречи также здесь представлена бар главного ресторана на этом слайде какие развлечения у нас есть в открытом аквапарке летом это и детская площадка детский уголок бар большой бассейн взрослый горки взрослые и детские также есть джакузи и гости проживая у нас всегда могут посетить наш открытый аквапарк работает он по погодным условиям вот я и рассказал вам специальные акции а так 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 какие преимущества есть для операторов и агентов вы можете обратиться по данным которые сейчас на слайде у нас есть естественно специальные цены для наших партнеров так вот смотрю есть вопрос двое взрослых плюс двое детей в каких номерах можно разместить у нас есть номер номер люкс который четырехместный вот там можно очень комфортно расположиться двум взрослым и двум детям так как это номер четырехместный будут включены четыре завтрака и на взрослых и на детей получается посещение на четверых комплементарные акватермальные зоны ну и так же при работе акваленда или винтерленда безлимитное посещение этих развлекательных мест но это все надо узнавать на момент заселения какие будут конкретные естественно условия также у нас можно разместиться два взрослых двое детей в домах шале у нас один дом четырехместный с двумя спальнями ну и уже побольше если компании то можно выбрать дом побольше какие еще вопросы есть обращайтесь можете писать в любой момент к нам на почту звонить по телефону мы всегда рады контактировать в номерах гостиницы по количеству спальных мест у нас включены на гостей завтраки шведский стол в домах в домах завтраки не включены добрый день еще какие то вопросы есть если вопросов сейчас уже нету то я тогда сейчас передам слово следующему спикеру это туроператору пилигрим анне все спасибо большое за внимание ждем контактов от вас всегда рады контакт все до свидания спасибо 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 все чудесно здравствуйте уважаемые дамы и господа меня зовут Анна Тукмачева генеральный директор туркомпании пилигрим я рада вас всех приветствовать и хотела бы чтобы вы мне написали насколько хорошо меня слышно видно чтобы мы с вами начали общаться так отлично видно слышно сейчас я переключу на наш ролик хочу начать именно с ролика нашу презентацию чтобы вас погрузить эмоционально в самарскую область она у нас прекрасна ролик этот был снят министерством туризма самарской области и посвящен нашему национальному маршруту жигулевские выходные итак давайте посмотрим насладимся и перейдем к презентации поехали вы прибыли в самарскую область путешествие начинается двигаться можно по автомобильным дорогам уровень комфорта максимальный а также по русле реки волга на выбор старинная ладья байдарка яхта теплоход древнерусская крепостная деревянная слобода населено богатырями обязательная программа в Сызрани крем купеческие особняки любоваться закатами пробовать торт паутинка автораз тольятти следуем на автораз отечественная марка лада осторожно скорость иногда захватывает дух сходить в музей истории техники вы ушли с маршрута дальше вода много воды 58 кубических километров вы в селе хрещетка замок построил действительно потом а грибади прибыли в жигулевские горы растут по сантиметру каждые сто лет любоваться подняться на гору стрельная потом углубиться в что не село ширяева входит в число самых красивых деревень россии вы обогнули самарскую луку и прибыли к месту назначения уточняю самара город-курорт 5 километров песчаных пляжей самая длинная набережная в россии купаться отдыхать предаваться волжскому гедонизму большой исторический центр изучать найти все 30 зданий самарского модерна запомнил возвращайся мы с вами посмотрели ролик я надеюсь он вам понравился нам он тоже очень нравится вы погрузились самарской области я думаю что министерство меня мне подтвердит что ролик конечно можно использовать вы уже заметили что там нет никаких ссылок не на какие коммерческие структуры он будет чисто ваш для ваших потребителей а мы будем ждать ваших гостей с удовольствием в у нас самарской области сегодня наша тема это национальный туристский маршрут самарской области жигулевские выходные и сразу хочу оговориться что мы конечно туркомпания пилигрим не не турфирма одного маршрута это сто процентов но это наш базовый маршрут и я в течение нашей презентации хочу вам рассказать что же интересного самарской области именно опираясь на этот маршрут тем не менее мы занимаемся очень обширным тур продуктом не зацикливаясь только на национальном туристском маршруте потому что национальный туристский маршрут это конечно сборные туры на фиксированные даты и здесь презентации они будут на 23 даже на новогодние праздники 24 года мы очень стараемся работать с такой большой глубиной продаж естественно все сборные туры у нас всегда не было отмен но если только пандемию не брать от одного человека ваших туристов мы с удовольствием будем принимать от 15 процентов комиссия и там дальше как договоримся как вы с нами будете работать помимо сборных туров мы с удовольствием большим работаем с корпоративными мероприятиями и сегодня по презентации я буду в течение того как презентовать непосредственно наш национальный маршрут жиглёвский выходные говорить какие возможности есть вне рамках вот этого сборного тура потому что если у вас ваш заезд корпоративный заезд приедете ли вы к нам на поезде или на своем автобусе или привезете группу на самолете тем не менее мы с удовольствием можем включить те или другие кейсы которые не входят сборный маршрут я постараюсь насколько позволит время вам о них рассказать кстати хочу отметить вообще корпоративные клиенты это наша одна из самых любимых и самая наверное лучшая наша целевая аудитория с которой мы великолепно работаем а работаем на рынке почти 30 лет но надеемся что мы не старые что мы всем трендом современным отвечаем всегда стараемся иммерсивные экскурсии включать у нас великолепное оборудование для аудио экскурсий и кстати в сборных экскурсиях наши туристы именно им пользуются это очень удобно очень высокого качества они закуплены поэтому даже технические какие-то моменты мы продумываем что касается корпоративных заездов у нас здесь очень большой опыт мы были первые кто открыли для российского союза туристы и что такое слеты провели их аж два на территории самарской области были такие первооткрыватели этого как этой концепции но с удовольствием проводим и конференции для сетевых больших корпораций вот в прошлом году многодневную конференцию всемирной организации роторе проводили чудесно работаем с деловыми миссиями потому что помимо того что великолепно владеем всей всеми наковыками приема еще ведем очень активную такую социальную позицию занимаем члены торгово-промышленной палаты роторе клуба поэтому если вашим туристам нужно организовать деловые встречи если сюда нужно подключить какую-то определенную аудиторию деловых связей мы очень любим этим заниматься и с удовольствием с нашими деловыми партнерами присоединимся вот к вашим задачам обращайтесь но и совершенно отдельно это детская аудитория наверное я попозже об этом расскажу потому что это тоже что связано с жигулевскими выходными потому что это наш как бы идеальный продукт вокруг которого мы строим свою работу но теперь вернемся непосредственно к сборному туру жигулевские выходные здесь вы на презентации видите карту и хочу сказать что мы очень гордимся тем что жигулевские выходные это однозначно не локация одного города или вот сосредоточено где-то вот в одном месте ваши туристы приехав на этот тур точно это как такой небольшой очень насыщенный рекламный тур по самарской области они выберут потом те уголки которые наиболее понравились самарской области и уже могут приезжать сюда с более такими в спокойном режиме хотя отмечу наши туристы отмечают что хоть тур и очень насыщенный он очень комфортный и в таком расслабленном проходит на темпе ну самарский гедонизм наше все мы стараемся чтобы как бы мы не успевали как бы не выбывали из графика никто никого не подгоняет все улыбаются наш ваши туристы на нашем отдыхе и они свой отпуск должны провести очень качественно и чтобы это качество произошло я вам здесь вот разместила карту посмотрите во первых когда мы приезжаем в самарскую область если это не сборная группа а ваша корпоративная группа вне графика я хочу вас сразу познакомить с точками въезда куда вы можете въехать если это поезд то это я рекомендую не приезжать самару уж простят меня самарцы потому что самара это вышенка на торте который надо заканчивать тур она действительно прекрасно чуть позже об этом расскажу помимо этого есть точки въезда тольятти непосредственно на самарскую луку и очень большой хаб куда идут абсолютно все поезда мимо не проходят если они пресекают самарской область это сызрой вот в нашем сборном туре сызрой вынесена за скобка за скобки обязательной программы тем не менее если ваши туристы хотят непримерно посетить сызрань вообще никаких проблем дело в том что в нашей компании есть специальные автовазовские естественно автомобили брендированные и мы индивидуальных ваших туристов по такой динамической цене в зависимости сколько туристов захотят посетить сызрань сызрань и обязательно можем показать со всеми достопримечательностями ну а теперь давайте непосредственно вернемся к к нашему туру еще раз подчеркиваю что логистика очень удобная до всех объектов локаций буквально там 80 100 километров максимум нет больших переездов в туре стопроцентно поэтому вот посмотрите на карту тольятти как бы в центре вот этих локаций поэтому одна ночь у нас все-таки получается как минимум надо ночевать в тольятти если вы настаиваете на ночевке на двух ночах самаре пожалуйста мы сделаем с удовольствием но будьте готовы что ваши туристы будут ну совершать более длительные переезды не всегда комфортные и так еще раз приезжают на сборный тур можно прилететь на самолете и вернусь на предыдущий слайд вот у нас аэропорт Курумыч международный аэропорт Самары находится не в городе Самары а находится ровно на полпути между Самарой и Тольятти поэтому к нам сейчас с удовольствием приезжают огромное количество туристов например из Санкт-Петербурга ну каких-то два часа и мы уже здесь в аэропорту и мы их сразу везем все таки вот показываем тот кусок который наиболее удален от Самары это Самарская лука Тольятти ну если из аэропорта наверное Сызрин далековато если все таки туристы а основная мы уже заметили целевая аудитория сборных маршрутов предпочитает приезжать на поездах хотя если самолет пожалуйста вы можете приехать вашим туристам порекомендовать приехать на день раньше или прям день в день всегда наши менеджеры на связи и по времени приезда по логистике всегда сориентирует знаете мы очень клиентоориентированные мы очень заботимся о наших туристов если есть хоть малейшая возможность не тратить больше времени больше денег встретить подвести мы всегда с удовольствием это делаем поэтому туристов смело к нам отправляйте я уверена что в ваше агентство они вернутся снова и снова побывав наших заботливых руках хочу сделать такую сразу ремарку это очень важно иногда обратите на это внимание не все это слышат мы-то здесь местные все понимаем что у нас есть разные станции прибытия вот из москвы у нас как бы базовая поезд на который под который мы делаем тур это 66 двухэтажный великолепный у него конечная станция прибытия тольятти так вот в тольятти две станции тольятти и жигулевское море мне кажется жигулевское море звучит красиво и скажите вашим туристам во всех летних турах надо сходить на станции именно с этим романтичным названием а вот зимой в новогодние туры мы делаем немножко по-хитрому для нас очень важно время ваших туристов и логистика мы хотим показать такое количество интересностей что зимой когда световой день у нас маленький и мы не все можем в световой день уместить мы экономим еще времени и в зимой мы на этом же поезде сто раз говорим но люди со мной иногда путаются приходится их довозить личным транспортом надо сойти на станции жигулевск жигулевск это город который единственный находится в самарской луке он отделен от тольятти ну заканчивается жигулевска начинается тольятти там граница прям прям граница но она проходит по плотине газ агэс это иногда пробки надо трудно проехать и зимой мы делаем именно в жигулевск подвозим уже которые приехали туристы на автобусе и встречаем те кто приехали с этого поезда и очень сильно экономим световой день не можем больше показать я надеюсь что вы запомните этот тонкий момент да и пишите мне вопросы я буду их подглядывать и с удовольствием по ходу презентации отвечать вот такой двухэтажный поезд и первый день если мы не берем сызрань как дополнительный день то у нас сразу знакомство мне кажется самым потрясающим местом самарской области это самарская лука выход на нее по дороге конечно ближе всего с тольятти ну и жигулевска это уже самарская лука и мы отправляемся туда я мне кажется что знают все об этом но на всякий случай расскажу еще раз чем же уникальна самарская лука почему вашим туристам обязательно ее надо посмотреть кстати отмечу а мы самарскую луку показываем и летом и зимой и зимой она еще более прекрасно поверьте мне с удовольствием туда ещу заснеженные жигули волга горы очень море горе жигули это только только у нас горы вот посмотрите волга течет течет себе сверху и вдруг в районе тольятти совершенно по непонятным причинам потому что причины называются но не все они очевидны есть много версий они делают волга делает резкий резкий поворот по сути дела вот самарская лука как бы берет в такой полуостров почти остров окутывает это самарская лука совершенно уникальная анна михайловна уже в начале говорила что самарская лука не вся но часть самарской луки вместе с лесами тольятти это природный природный биосферный резерват под охраной юнеско это еще раз подчеркивает значение этих этой территории там действительно очень много уникального во первых это горы это единственный горы на русской равнине знаете приезжают туристы говорят ну это не альпы да это не альпы но они очень красивы и других гор на русской равнине нет Помимо того, что они очень красивы, здесь действительно уникальная территория. В чем ее уникальность? Горы позволили сформировать такой ландшафт, который не был затоплен ни древними морями. Сюда не дошел ледник, и здесь сформировалась совершенно уникальная природа и фауна. Говорят, что если вы хотите посмотреть, как выглядела бы, например, Подмосковье или другая европейская часть России, если бы не было ледника, приезжайте на Самарскую луку, потому что сюда ледник не дошел, и вот эта растительность оставилась. Вот такая визуализация. Вообще, мы очень любим в своем туре погружать в эмоции, используя многие такие приемы, но об этом постараюсь в ходе рассказать. Ну и, конечно, на территории Самарской луки есть два особо охраняемых природных территории. Это Жигулевский заповедник имени Спрыгина и Самарская лука. Чем прекрасна для нас с вами, как профессионалов турбизнеса Самарская лука? Здесь есть хорошая инфраструктура, то есть в летних турах у нас стоит маршрут заповедника, это гора Стрельная, это одна из самых высоких точек Жигулей, но поверьте мне, если нет особых там каких-то проблем с сердцем или с опорно-двигательным аппаратом, то это очень легкий подъем. Говорят, можно на каблуках, но я вам не советую. Кстати, вы заметили, что мы с поезда едем на Самарскую луку, мы везде пишем, но вам еще акцентирую, лучше сразу одеть удобную обувь, удобную одежду. Все-таки часа два на открытом воздухе мы проведем, а у нас здесь, ну, просто южный климат, здесь яркое солнце, поэтому, ну, чтобы не было комфортно, скажем так. И на Стрельную гору ведет оборудованный подъем лестница. Если ваши туристы там престарелого возраста или у них какие-то проблемы, вообще не переживайте, у нас есть на гору Стрельная, давайте, наверное, перейдем на следующий слайд, и я скажу, на гору Стрельная, ну, вот саму лестницу, вот здесь уже наверху лестницы стоят наши туристы, мы были ограничены по времени презентации, поэтому все фото не разместили. Там есть специальная площадка, где можно отдохнуть, не идти на саму вершину, но вот на специальной площадке вид открывается тоже безумно красивый, но аж наверху вообще дух захватывает от этой красоты. Это Самарская лука. Давайте я прервусь, прочитаю вопрос. Если туристы приедут на своем авто, то начало Жигулевские выходные откуда приезжать, и можно где оставить машину на время тура? Отличный вопрос. Я рекомендую, если ваши туристы приехали на своем авто, приезжать в Тольятти. Почему? Я, наверное, до конца не рассказала о Пилигриме, мы находимся территориально в Тольятти. Транспорт у нас задействован в Тольяттинске, и поэтому мы с вами припаркуем машину. Кстати, базовые отели у нас великолепные, к нам хорошо относятся, и Альпин парк, который перед нами выступал, тоже очень любят. Я уверена, они в большинстве случаев предоставят эту стоянку совершенно бесплатно. Вот в Тольятти есть такое преимущество. Мы оставим машину в отеле, и затем в последний день мы привезем на автобусе вас совершенно бесплатно опять к вашей машине. То есть у вас не будет проблем перегонять машину, потому что мы перемещаемся по Самарской области. Спасибо за вопрос. А я возвращаюсь к нашей презентации, к Самарской луке. Итак, Самарская лука, чем она прекрасна? Летом это гора Стрельная. Зимой гора Стрельная для автобусов не совсем удобна. Поэтому мы делаем другую гору, гору Попова гора, это уже село Ширяево. Анна Михайловна нам рассказала про село Ширяево. Я не буду повторяться. Конечно, это место силы. Да у нас все Жиглёвские горы – место силы. А вот здесь яркое тому доказательство – это Илья Репин, никому не известный студент, который приехал сюда, но уже закончив, правда, не студент, да, закончив Академию художеств со своими друзьями, искал натуру для барлаков, понял, что кроме Самарской луки барлаков натуру нигде не найти, прожил здесь целое лето в этом прекрасном селе. Здесь вот этот музей мы смотрим обязательно. И здесь же у нас такой сельский обед или обед в ресторане. Это мы как бы с каждой группой решаем в индивидуальном порядке, потому что вы меня как профессионала хорошо понимаете. Рестораны меняются, качество меняется. Мы за этим очень следим. И здесь же у нас такой элемент местной гастрономии. Вообще в туре гастрономии посвящено очень большое внимание. Вот Самарскую луку мы пробуем на вкус. Это, конечно, наша жигулевская вишня. Она действительно не потому, что растет на жигулях, ее так назвали, не только поэтому, потому что это особый ссор бещерской вишни, которую в народе называют жигулевская. Она растет только на этих почвах. Мы пробовали местные, мы брали саженцы этой вишни с Самарской луки, привозили на дачу, например, в Тольятти, не растет. Почему она такая вкусная? Она действительно очень вкусная, очень сладкая. Немножечко попозже набирает свою сочность ягоды. И мы даем нашим туристам, во-первых, на обеде обязательно попробовать пирожок из вишни. Но совершенно летним туристам обязательно совершенно бесплатно, включая в обед, дегустируем наливкой с жигулевской вишней. Вы знаете, очень любят наши туристы. Вот такой вкус замечательный. Ну и раз уж я начала, и времени немного, давайте я на этом слайде расскажу про ту гастрономию, которую мы в туре пытаемся использовать. Но если это Сызрань, это Сызрань как дополнительная такая локация. Это, конечно, наша столица гастрономическая, потому что есть чудесный торт Паутинка, есть Сызранский помидор. Мы в туре обязательно угощаем волжской ухой. У нас там обед в Тольятти, обязательно с дегустацией волжской рыбки. Ну и, конечно, жигулевское пиво. Если вы думаете, что жигулевское пиво вы можете купить в каком-нибудь московском супермаркете, я вас разочарую. Да, вы можете купить, но это совершенно не настоящее наше самарское жигулевское, потому что ответ очень простой. Жигулевский пивоваренный завод, который я позже в презентации расскажу, он небольшой, его на всю страну не хватает. Настоящее жигулевское пиво вы можете попробовать только у нас, но об этом чуть позже. Да, кстати, ну колбаса, продукты, какие-то еще вкусности мы обязательно завозим в магазины, ваши туристы покупают, привозят, а мы радуемся, что они внесли вклад в нашу экономику. Итак, двигаемся дальше. Про гастрономию немного сказала. И целый день мы проводим на Самарской Луке. Что хочу сказать про ужины. Ужины у нас включены только в новогоднем туре, а вот в таких стандартных летних осенних турах мы ужины не включаем, потому что считаем, что туристы очень разные, и давать им комплексный ужин, наверное, не совсем правильно. Кто-то идет в ресторанчик, кто-то стритфуд ест, то есть вот ужины у нас не включены в стандартном сборном туре, если, конечно, это не корпоративно. Мы начнем в отелях. Отели у нас двух ценовой категории. Три звезды – это вот тур стоит одну стоимость, либо 4-5 звезд – это вторая ценовая категория. Сразу говорю, что с отелями у нас они очень востребованы, поэтому уточняйте каждый раз, какой отель мы вам подтвердим. Естественно, автобусы везде заедут. Где-то не хватает двухместных номеров с отдельными кроватями в отелями, поэтому мы здесь очень гибко работаем, подбираем, но стараемся. Все отели очень хорошие, с хорошей локацией, с великолепным завтраком. У меня здесь позже будет об этом информация. Ну, а мы после ночи первого дня переходим ко второму, и, конечно, Тольятти во всем мире, во всей России, по крайней мере, воспринимается как автомобильная столица. Ну, теперь мы говорим об этом с гордостью, потому что, что бы там ни говорили, а только ВАЗовский завод выжил достойно в этой тяжелой ситуации, несмотря на то, что многое было, что сделано, что не шло нам на пользу, но тем не менее. Что мы посмотрим в этой теме? Хочу сказать, что в нашем сборном туре у нас, конечно же, музей ВАЗа. Это потрясающий интересный музей. Там собрана корпоративная коллекция ярких, красочных машин и с подписью президента, и побывавших в Антарктиде, и те, кто покорили горы, и спортивные, и гоночные. В общем, музей не оставляет никого, оставляет равнодушным. Но если это ваши корпоративные клиенты, которые вне сборного тура или детские туры, то мы с удовольствием привозим, например, на производство единственного в России сертифицированного производства гоночных и спортивных машин. Но вот Анна Михайловна, это не проанонсировано. Я надеюсь, она меня не будет за это ругать. Но заключено сейчас соглашение с Автовазом в области туризма, и мы ждем, когда ВАЗ тоже откроет свои двери. Но, тем не менее, уже возможности эти яркие есть и сейчас. Мы буквально там несколько часов в Тольятти знакомимся с его прекрасной историей. Производство в будни или нет? Спасибо вам за вопрос. Вы знаете, мы обожаем наш Ладоспорт завод, он так называется. Вы знаете, по особой договоренности можем туда попасть даже в субботу. Но по договоренности. Поэтому давайте, когда у вас будет группа, будем разговаривать, смотреть. Обещать клятся на крови не буду, но они нас в субботу принимают. Это здорово. Затем в этот же день, второй день, я говорила, что тур очень насыщенный. Мы отправляемся в нашу жемчужину. Кстати, очень часто говорят, быстренько мы приезжаем в Самару на один день. Быстренько нам покажите всю Самару. А Самара, извините, это город не одного дня показа. И быстренько хотим съездить в замок Горибальди. Поймите нашу логистику. Самара-Тольятти 80-100 километров. Плюс пробки по Самаре. Дальше надо ехать в Горибальди. Это еще 30 километров. Поэтому Горибальди – это все-таки тольяттинские объекты. Когда вы строите свой тур для корпоративных клиентов, пожалуйста, это учитывайте. Горибальди – это тот объект, который не оставляет вообще никого равнодушным. Спрашивают, как туда не пускают внутрь? Да не вообще никаких проблем. Не надо вам внутрь. Да, никого не пускают. Но он и с внешнего осмотра настолько прекрасен, что просто вызывает очень массу эмоций. Но смотрите, мы специально нашим туристам, чтобы им было еще как бы интереснее, проводим здесь селфи-тур. То есть мы просим их выложить в соцсетях свои фотографии прямо отсюда. Посмотрите, вот у нас в центре какая прекрасная туристка привезла специальное платье, такую фотографию сделала. И затем на обеде следующего дня награждаем приятными подарками, кто выложил лучшее селфи. Это в сборном туре. Если у вас приедут детские группы или корпоративные группы, у нас здесь приготовлено вообще при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы нашли костюмы и элементы костюма. И к нам приезжают бродячие артисты. Это целое шоу, представляете, на фоне неоготического замка, лучшего замка в России. Я вам честно могу сказать, конечно, это новодел. Но вы представляете, насколько он хорошо сделан. Здесь хочется прямо часами. Вот кто-то меня спрашивал про индивидуальных туристов. Вот здесь можно часами бродить, потому что вроде осмотр небольшой по территории, но столько мелких деталей, и они завораживают просто. И на фоне неоготического замка у нас идет представление и обучение туристам средневековым танцам с музыкой и с возможностью одеть костюмы и сфотографироваться. То есть еще раз уточняю, что это не в сборном туре. Мы иногда дарим такую опцию, но это под ваших корпоративных туристов или под детские группы, потому что это отдельный кейс. Вы меня как профессионала прекрасно понимаете, все стоит денег, а нам главное выдержать очень хорошую конкурентную цену и дать вам хорошую комиссию для ваших туристов. Итак, после замка Грибальди мы обедаем в очень хорошем ресторане с такой, знаете, тоже рыцарской тематикой, пробуем морскую рыбку, и уже в этот же день мы отправляемся в Самару. Самара просто прекрасна, и мы пытаемся Самару преподнести тоже по-особому, потому что люди приехали отдыхать, им нужны эмоции, от скучных экскурсий мы давно отошли. Например, одно из наших ноу-хау, которое мы использовать будем в этом году и на сборных экскурсиях, потому что, вы знаете, обычно вот наши корпоративные заезды сборные, это всегда было, ну, где-то 50 плюс, да, не у нас, по всей России. У нас счастливые исключения. К нам едут мужчины, к нам едут молодые. Я всегда говорю, наверное, их привлекают пиво и машины. И молодая аудитория уже не готова мириться, например, с классическими альбомами, портфелями экскурсоводов на бумажных носителей. И специально вот для таких молодых мы предлагаем цифровой портфель экскурсовода, и почти на всех программах у нас и для корпоративной группы это тоже работает. То есть QR-код они считывают, в их смартфоны закачивается наш цифровой портфель экскурсовода, он остается с нашим туристом настолько, насколько он захочет. И это помогает, ну, как бы погрузиться в Самарскую область и начать ее изучать, вернуться сюда. Вот как бы тоже стараемся с цифровизацией тоже работать. Ну, про то, что у нас все оборудовано очень удобными аудиоустройствами индивидуальными, я уже вам говорила. Вот не зря здесь на слайде, когда мы знакомимся с Самарой, начиная там со второй половины второго дня и весь третий день проводим в Самаре, мы приезжаем, например, в музей для сборной группы по Жигулевским выходным. У нас два базовых музея. Это музей Алексея Тостова, литературный музей-усадьба, единственная городская усадьба в Самаре. И мы здесь придумали вот такой классный кейс после экскурсии по усадьбе. Мы уже немножко подуставшие, в конце дня садимся пить чай в усадьбе. Здесь хорошая погода беседки, если не очень внутри музея. Пьем мы чай не просто, чтобы полакомиться, а для того, чтобы послушать и поговорить еще с экскурсоводом. Вот здесь вот вообще совершенно потрясающая история о красном графе, о романтической любви его матери можно услышать. Ну, в общем-то, очень интересные истории. В учебниках точно об этом не пишут, и интересные молодым и поколению постарше. Вот такое мы придумали. И пьем, конечно же, с яблочным пирогом, который привозим с собой, кстати. Потому что яблочные пироги, знаете, даже Жигулевские горы наши, которые мы очень любим и гордимся, когда-то назывались Яблоневыми горами. Когда-то это входило в состав Жигулевской Булгарии. Она славила своими яблоневыми садами. То есть, возможно, это даже с тех времен идет. То есть, мы стараемся увязать всякие темы, смыслы в интересной доступной форме, подать туристам это за очень короткие, насыщенные, счастливые три дня. Кстати, говоря про цифровизацию, обязательно, конечно, всех туристов мы в группу одну пытаемся в WhatsApp объединить, чтобы там они обменивались фотографиями, мнениями и так далее. И для вас, профессионалов туризма, хочу это отдельно подчеркнуть. Мы никогда, ни при каких условиях не переманиваем ваших туристов. Мы вас ценим, мы хотим работать с вами. Поэтому, отдавая нам туристов, будьте совершенно спокойны. Они придут к вам в следующий раз и попросят другую поездку, к чему мы будем счастливы. А мы от вас будем ждать уже другие заказы и так далее. Вот в центре, на картинке, вы здесь видите, если бы я с вами могла общаться вживую, обязательно бы спросила, но мне придется ответить. Это наш знаменитый Жигулевский пивоваренный момент. Ой, читаю, Жигулевский пивоваренный завод. Смотрите, это промышленное здание 19 века, конца 19 века постройки. И это тоже совершенно потрясающая история Альфреда фон Вакана, Альфреда Филиппича, как его называли очень любовно в Самаре, который построил, он был австрияк. Представляете, он променял свое австрийское дворянство просто на российское подданство. Закончил, как многие наши соотечественники, совершенно нищете в Вене, потеряв все здесь после революции. Вы знаете, жигулевское пиво – это целая история, правда, во времена Альфреда фон Вакана оно называлось венским, и просто процветало производство. У меня уже время подходит к концу, я бы вам эти истории с таким удовольствием рассказала. Ведь, знаете, вы все знаете, вот такой тяжелый момент российской истории, 30-е годы, репрессии. И одним из главных пивоваров на заводе был человек с не очень советской точки зрения нужной биографии, но никого не репрессировали. Знаете, гастрономия спасает нас даже от репрессии, это здорово. Историй таких очень много, история любви, история любви Альфреда фон Вакана с его гражданской женой. Мы фотографируемся с памятником, который сделан с этого образа, с дамой с ракеткой. Мы слышим, как он много дал Самаре. В общем, короче говоря, ваши туристы приедут из тура, которые будут не просто знать, что такое настоящее жигулевское пиво, попробовать его на вкус, потому что обязательно в один из дней тура у нас проходит дегустация жигулевского пива. Это для сборной группы. Так вот, а для всех остальных туристов, кто приезжает корпоративными группами, вы знаете, ну вы, если профессионалы, вы прекрасно понимаете, как тяжело работать с промышленными предприятиями. Но жигулевский пивоваренный открывает свои двери для экскурсии. Когда открывает, когда закрывает. Поэтому вы нас спрашиваете, мы постараемся. Это точно предвкушая вопрос только будние дни. В жигулевском пивоваренном другое не прокатывает. Это маленькие группы, до 20 человек максимум. Но, тем не менее, экскурсия не дешевая. По-моему, сейчас она 1200 или 1000 стоит. У Ксении надо спросить, она у нас основной продавец. Она все расскажет. Но это очень интересно. А вот дегустация мы включаем во все программы в хороших ресторанах. Мы пробуем пять сортов пива. Мы, наши экскурсоводы, мы их все, они обучены проводить эту дегустацию. Или это делает профессиональный такой человек непосредственно в ресторане. И действительно, ваши туристы выходят экспертами в жигулевском пиве. Я сначала была в шоке, а теперь вообще ничему не удивляюсь, когда туристы из Санкт-Петербурга, у которых в основном билеты без багажа, сбрасываются на багаж, чтобы привести настоящее самарское пиво к себе на родину. И мы этому очень рады. Ну и, конечно, убыстряюсь, великолепный художественный музей. Мы его тоже посещаем. Здесь представлены наши отели, вот Альпин парк в том числе. И в основном все спа-зоны в отелях 4-5 звен уже включены в стоимость. То есть люди могут не просто экскурсионно наслаждаться нашей Самарской областью, прекрасными видами, но и вечером тоже с удовольствием как бы проводят время. Про школьные группы сейчас скажу. Вот этот слайд очень важен. Здесь есть все заезды наши, места есть. Спрашивайте. Мы формируем как бы группы. Заезды уже все прошли. Ну и наша Ксения Гусарова, наш бэк-офис, это просто человек, который работает с 24 на 7. Я ей очень благодарна. Принимает и корпоративные, и сборные группы. Мы с удовольствием на все вопросы и я, и она всегда ответим. Все подробности от нее. Тур 3 дня, 2 ночи в отеле 3 звезды. Стоит от 18 600 рублей. Сюда уже включено все в двухместном номере. Дальше уже можно посмотреть на нашем сайте. Лексения вышлет авторские фотографии, описание, то, что как вам это нужно. Кстати, чуть не забыла. Рекламные туры. Мы с удовольствием вместе с Туристко-информационным центром Самарской области приглашаем вас в 3 рекламных тура, которые пройдут в мае-июне. Сейчас уточняем, согласовываем даты. Сразу хочу сказать, берем не всех. Берем только потенциальных продавцов. Вы меня прекрасно понимаете. Я сейчас... Вот здесь есть почта. Пишите Ксюше. Она мне передаст заявочку на рекламные туры. Там оплачено даже перелет из Москвы. Поэтому с удовольствием в таком быстром режиме набираем эти три группы. Кто хочет приезжать, вы влюбитесь в Самарскую область, а мы вам постараемся показать чуть больше, чем национальный маршрут Жигулевские выходные. Ну и мне остается буквально 4 минуты, которые я хочу посвятить детским программам. Дело в том, что детские программы мы, естественно, делаем под вашу логистику. И поэтому у нас есть вопрос. Если школьные группы в какой город на поезде нужно приехать. Давайте так. Вы нам пишите, сколько у вас есть дней на нас. Потому что мы можем работать, ну, 4-5 тоже можем, но хотя бы 3 нам дайте. Ну, даже и 2 мы сработаем, и с одним сработаем. А дальше мы смотрим, откуда вы к нам приезжаете. Точки въезда еще раз Сызраль, Тольятти, Самара. И будем для вас выбирать самую лучшую логистику, чтобы под ваш возраст детей, для нас очень это важно, именно подобрать то, что интересно. Еще хочу очень сказать важный момент. Наши туры детские иммерсивные. Мы построим программу под вас. Но здесь вы справа видите «Ладоспорт». Пожалуйста, детей мы с удовольствием ведем. Или в центре вот эта программа с бродячими артистами. Видите, дети прям с удовольствием фотографируются в костюмах, прям там переодеваются. А вот слева фотография – это Ширяева. Бурлаки на Волге. Дети впрягаются в лянке, фотографируют, позируют. У нас очень много фотореквизита. То есть детки с удовольствием в масочках, с какими-то табличками, в костюмах. Это специально мы сделали для детей, потому что детская аудитория совершенно по-другому воспринимает сейчас жизнь. Им нужны эмоции. Но не думайте, что мы с ними только пляшем и танцуем с детьми. Мы с детьми даем очень глубокие смыслы, патриотику, но в той форме, в которой они легко это все усваивают. Поэтому с удовольствием, и, кстати, и цифровые портфели экскурсоводов, все это присутствует на наших программах. Хотелось бы с вами поговорить дольше. Хотелось бы ответить на все ваши вопросы. На майские праздники мы не делаем сборку, потому что у нас очень много корпоративных групп. Уж простите меня, пожалуйста. Поэтому если сборка, то как бы на июнь. Если у вас корпоративная группа, пишите Ксюше. Все постараемся сделать. И если хоть есть малейшая возможность, с удовольствием вас примем. Автобусы великолепные, отели великолепные, гидов готовим сами, развиваемся. И будем с удовольствием видеть вас в Самарскую область. Ваша Анна Тукмачева, ваш пилигрим, которому почти 30 лет, но который не старый и работает стараться в трендах и в сотрудничестве с вами. Всего доброго. А мы с вами передаем слово следующему такту нашего вебинара про Самарскую область. Конечно, в замок Грибальди входит 18 тысяч рублей. Внутрь не пускают ни за какие деньги, пускают только на сессии. А с внешним осмотром вся программа, которую я рассказала, обеды, завтраки, экскурсионка, все это входит в стоимость. Спасибо большое. До новых встреч. Пишите, звоните. Будет запись. Приезжайте к нам в рекламный тур. Пишите, звоните. Пишите, звоните.